Приветствую ваш братишки и сестренки на моем канале Butterbean И сейчас вы смотрите игру, которая называется Arena of Weller Я буду управлять в этой игре вот таким вот харизматичным магом Который характеризуется запугиванием, зовут его Джинар И я устрою дуэль один на один против игрока, который будет управлять персонажем Которого зовут Ормар Это такое гномоподобное существо, бородатый мужик невысокого роста, обладающий колоссальной физической силой Если я не ошибаюсь, то Ормар использует ближние атаки в бою Мой персонаж использует дальние атаки Он бросает в своего противника магические сферы И таким образом он держит врага на дистанции и не подпускает его к себе Я не знаю, получится у меня победить или нет Поэтому в этом бою исход, по идее, как вроде должен быть за мной То есть я должен выиграть Потому что мой персонаж просто-напросто будет держать Ормара на расстоянии И не буду ему давать нанести мне урон и приблизиться ко мне Обычно милешные персонажи, такие как Ормар, должны совершить просто что-то невозможное Для того, чтобы победить либо Джинара, либо Валхайна в этой игре Ну, всякое может быть Он просто может развиться до 15 уровня Закупить какой-нибудь прием, который будет давать ему бессмертие И таким образом он может одолеть моего мага Но в основном такие персонажи, как Ормар, являются легкими персонажами Если бы против меня дрался какой-нибудь, я не знаю, там Валхайн или еще какой-нибудь контрперсонаж Тогда, да, может быть, были бы шансы Но в этот раз шансов, скорее всего, у Ормара не будет Вот сейчас я закупил скорость перезарядки и магический урон Это все предметы, которые мне необходимы для победы Предметы, благодаря которым я буду портить Ормару жизнь очень сильно Сейчас самое главное, это успевать хватать вот эти вот жизненные сферы Которые появляются вот здесь, на этой пиктограмме Потому что на начальных этапах игры жизненные сферы эти являются критичными Для развития персонажа Вот сейчас я закупил орб магический Который влияет на жизнь и на количество очков маны Ормар меня переигрывает, очень умный Умный попался Ормар Но я продолжаю прокачивать силу навыка для своего персонажа И надеюсь на лучшее Надеюсь все-таки, что он затупит До того, как разовьется до 15 уровня И закупит крутые предметы для ближнего боя Хотя, если очень сильно постараться То в принципе можно Ормара и в ближнем бою переиграть Главное обмануть его Суметь Ну и поменьше ходить на палантир воскрешения Потому что иначе Если я буду очень часто ходить на палантир воскрешения Просто все закончится тем, что Ормар вкачается раньше меня И мне придется отдать трон Сейчас пока вкачиваю скорость перезарядки и всего навыка Скорость передвижения пока оставляет желать лучшего И если я захочу сбежать от Ормара У меня может не получиться Вот видите, собака какая Он уже достаточно прокачался Для того, чтобы сбегать от меня И плюс он закупил какую-то крутую вещичку Которая позволяет ему двигаться быстрее Быстрее моего персонажа Вот сейчас я его поймал на ульту И затормозил своей второй способностью Но он на удивление быстро выкрутился из этой ситуации Попался мне умный, умный, действительно умный Ормар И он умудряется переживать способности сфера силы И способность резонанс Ну вот Ультимативная способность, которая называется изобилие Для него может оказаться критичной Сейчас я ухожу под башню Заманиваю Ормара Ормар умный, Ормар отступает Покидает воля битвы Предусмотрительно Так, силу навыка качаем до 240 Крутится, крутится возле палантира Где появляется сфера жизни Кто схватил первый? Он схватил первый Подлюка Хе-хе-хе Молодец, очень умный попался мне гном В этом бою Действительно, он меня удивляет, ребята Я уже другого бы давно обыграл Как-то он хорошо закупился Очень хорошо закупился И за счет того, что у него достаточно крепкая броня И высокая скорость передвижения Он переигрывает меня на отступлении Удается ему безнаказанно уходить от меня Опять ушел Вот падла А меня вынудил идти на палансир воскрешения Смотрите, какой гад Ну, в принципе, не гад Просто умный игрок Который вызывает у меня эмоции Заставляющие его оскорблять Козла Вот так вот Вот теперь в этот раз я забрал Эту сферу жизни Но сейчас она уже, как вы поняли Особой погоды не делает, конечно Но есть польза от нее Но не такая значительная, как была раньше Вот сейчас Сейчас Ормар спалился Ребята, знаете, в чем он спалился? Спалился он в том, что у него есть предмет Который реагирует на сильный урон Благодаря этому предмету Ормар очень быстро может восстановить Потерянное количество жизни И успеть отступить на безопасное расстояние Хитер Очень хитер Наверняка он не первый раз сражается с магом Таким магом, вот как у меня Явно чувствуется опыт по закупу и по всему остальному Смотрите, он выдерживает прямое попадание башни Просто шикарно Просто шикарно закупился Ормар Так, ну мы пока восстановим немножечко жизней И попробуем его попугать Убить я его не смогу Но может быть запугать получится Не понял он, что АФК Или прикидывается Хоть что это с ним такое было Не понял я юмора Просто стоял и получал урон он Я не понимаю, чего он ждал Ну ладно Видимо ему так было нужно Ох, какой молодец он Смотрите Мансурит просто Просто шикарно Вот сейчас у нас соединение теряется Ребята, самое главное Чтобы мы до конца матча не потеряли соединение со своим противником Потому что может все закончится тем, что либо объявят ничью Либо объявят матч несостоявшимся Такое тоже может быть Есть конечно шанс, что по итогу полученного урона Могут там как-то пересчет сделать Но в основном объявляется либо ничья Либо матч считается несостоявшимся В случае разрыва соединения И ни у урмара, ни у меня не будет шанса получить победу Ну или поражение Тут уж кому как повезет Ну конечно от умения многое зависит Но и от везения тоже Я не знаю какой закуп у урмара Но закуп у него просто шикарный Просто шикарный, ребята, закуп Он выдерживает попадание башни Это просто жесть Это, ребята, просто жесть Мне страшно, мне страшно к нему приближаться Я его хотел запугать Но в итоге получилось, что запугивает меня он А не я его Вот я сейчас его замедлил Беру сферу жизнями Пытаюсь его догнать У меня нифига не получается В итоге я переключаюсь на мобов И начинаю долбить мобов Очень страшно, ребята, подходить к его трону Но я обязан это рано или поздно сделать Так Наша пиктограмма с жизнью еще не сработала Поддавливаем мы урмара на ульту Ультуем его Урмар очень шикарно все это дело переживает Абсолютно не парится по этому поводу И наносит уверенно, наносит урон После чего отступает Так, пробуем Пробуем забирать Опять ушел Очень-очень умный гном Очень умный гном мне попался Не дается, никак не дается он мне Не хочет проигрывать 0-0 пока что по забранным героям у нас получается Он пытается ультовать Ульта у него проходит сквозь мои пальцы И благодаря палантиру с воскрешающим орбом Я восстанавливаюсь очень быстро Урмар попадается на замедлялку на мою Снова урмар попадается на замедлялку Но забрать я его не могу, ребята Не могу Ушел Снова ушел Просто фантастика, ребята Очень опытный игрок мне попался На гноме продержаться так долго Против Джинара Это просто что-то из области фантастики, ребята Поверьте Это нелегко Если бы я играл за гнома А он бы играл за Джинара Я думаю, что Кончилось бы все моим поражением, скорее всего Просто фантастика, ребята Такого опытного гнома У меня еще не было ни разу Смотрите, что он делает Это просто жесть Он меня передамаживает Просто жесть, ребята Только Только везение спасет меня в этом бою Короче Каким-то непостижимым образом Умудрился гном меня перехитрить По закупке предметов Он дожил до 15 уровня И, соответственно Можно сказать, что он уже меня переиграл Башня моя разрушена Естественно В принципе Я не удивлен Гномик Гномик Ты где? Ну, догнать бы я его не догнал Поэтому Оставим эту затею На следующий раз Сейчас я забираю Аптечку Потому что Если ее заберет мой враг Это будет печально Вот Я пытаюсь Пытаюсь его подловить Козла Пытаюсь, ребята Его передамажить Ловушки Ульта Использую все, что работает Самое главное Не промахнуться сейчас Нифига у меня не вышло, ребятки Нифига Так Отступаем Отступаем Расстанавливаемся Возможно Этот матч продлится Очень долго Потому что Никто из нас Не может Поддержать верх У меня Однажды матч Длился около часа Это была дуэль 1 на 1 Хотя в целом Эти дуэли Они в основном Длятся по минут 8 Ну, самое большое Минут 15 Сейчас мы уже Сражаемся 14 минут И, как вы видите Конца и края Не видно Вот я умудрился Его убить У него 21 секунда Штрафа Если За это время Я не разрушу Его трон То Он мне больше шансов Я думаю Не даст Ну, что ж, ребята Можете поздравить Меня с победой Умный гном Попался мне Только один раз Один раз Я умудрился Его прикончить Но Несмотря ни на что Победу Мне удалось Таки просто Вырвать зубами Такой вот У нас получился Поединок Ребятки Я вам говорю Пока До новых встреч Надеюсь Вам понравилось Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому